МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Брянская губерния события недели. В студии Дмитрий Кузнецов. Здравствуйте. Герои и очевидцы, эмоции и комментарии экспертов. Все, чем запомнились жителям региона, уходящие 7 дней, в репортажах моих коллег-корреспондентов Брянской губернии. Сегодня в выпуске. Основа нации и страны. Владимир Путин официально открыл год семьи. Кому из наших земляков посчастливилось пообщаться с президентом? У меня получилась такая возможность попасть туда. Это же не значит, что я должна попросить только за себя. Правда? Разговор в семейном кругу. Губернатор Александр Богомаз встретился с родными и близкими героев СВО. Чем больше будем о них знать, чем больше будем вспоминать, тем память будет более яркой и она будет более долгой. Весомый аргумент. Какими цифрами наш регион удивил председателя общероссийского движения предпринимателей? Это только у вас или по всей России? Нет, это только у нас. Только у вас такие хорошие дела. Разговоры о важном. Глава региона Александр Богомаз в день студента пообщался с молодежью. Вы даже, даже наша молодежь сегодня, где-то может и большей цели устремленной. Чудо, сотворенное человеком. Брянщина в числе лучших в России по результатам ЭКО. Результаты прошлого года нас впечатляют и даже радуют. Находка мирового значения. Ученые со всей страны продолжают изучать уникальный артефакт, обнаруженный в брянском селе Хотылева. Это очень важно, потому что каждая такая находка, их всего около четырех десятков для всей Земли. В эти январские дни вся страна отмечает важную дату – 80-летие полного снятия блокады Ленинграда. Все меньше остается в живых участников тех страшных событий, тем ценнее общение с ними. Наших земляков, защитников и жителей Ленинграда со знаковой датой поздравил губернатор Александр Богомаз. Людмила Ивановна. Да, добрый день. На другом конце провода Людмила Самотесова. Прославленная легкоатлетка, многократная чемпионка, рекордсменка СССР, Европы и мира на беговых дистанциях. Бронзовый призер Олимпиады в Мехико 68-го года. Людмила Ивановна родилась в 1939 году в Ленинграде. Блокада началась, когда ей не было и двух лет. Родились вы там, а пригодились в Брянске. Да, вы наша Брянская. Вы наша Брянская. Мы вами гордимся, гордимся, что вы прославляли не только там нашу Брянскую, а великий Советский Союз, да, и наша великая спортсменка. Так что вам огромное спасибо. В блокаду Людмила Самотесова потеряла двух братьев, они умерли от голода. Об этом времени она вспоминает как о самом тяжелом периоде своей жизни. Поэтому в беседе с губернатором старалась больше говорить о дне сегодняшнем и, конечно же, о спорте. Будем проводить чемпионат сейчас России по самбо с 3 марта в Брянске. Так что я вас приглашаю. И Артема Сипенко, да. Там с 3 марта будет, там, по-моему, дней 7. Людмила Ивановна – вдова не менее прославленного спортсмена и тренера Вячеслава Самотесова. Он ушел из жизни в 1998 году. Его имя сейчас носит легкоатлетический манеж в Бежице. Манеж? Ну, вы как видите, как каждый свое, как говорят, амельнику ветер, да? Мы хотим сейчас сделать капремонт манежа. Вот капремонт. Мы этом сейчас, я уже дал указания. Делают проектно-смертную документацию и посмотрим. Посмотрим. Ну, а сейчас вот что будем делать? Это вот то, что строим ледовые, бассейны. Вот, еще приняли решение, еще пять бассейнов в районах построить. Заслуженный мастер спорта СССР всегда радеет за развитие спорта на Брянщине. Она сама имеет более 500 медалей различного достоинства за спортивные достижения. Людмила Ивановна, вам всего хорошего и здоровья. Здоровья еще на долгие-долгие годы. Вы живая легенда для всех жителей Брянска и особенно для молодежи. Многие уроженцы Брянщины защищали Ленинград, принимали участие в прорыве блокады, трудились на предприятиях осажденного города. На Ленинградском, Волховском, Карельском фронтах сражались не менее 10 тысяч наших земляков. Многие из них погибли. Тысячи были удостоены боевых наград. В этот юбилейный день Александр Богомас позвонил и другим жителям области, которые были свидетелями тех страшных 900 дней блокады. Пережили их и делятся своими воспоминаниями с ныне живущими. На минувшей неделе Владимир Путин дал официальный старт к году семьи. Президент подчеркнул, особое внимание должно быть оказано семьям военнослужащих и участников специальной военной операции. Губернатор Александр Богомас провел встречу с родными и близкими героев, погибших при исполнении воинского долга. «Защитник Отечества» мы так часто используем это выражение, порой забывая, что в первую очередь это чей-то муж, брат или сын. И за каждым своя история. История непростого выбора мужества и героизма. История, которую нужно рассказывать. История, которую должны знать. Чем мы больше будем о них знать, чем больше будем вспоминать, тем и память будет более яркой и она будет более долгой. Хотелось сегодня, чтобы вы просто рассказали о своих детях. Дети, отцы, мужья. Кого призвали и кто сам сделал непростой выбор. И погиб при исполнении воинского долга. Герои не только для своей семьи, для своей малой и большой родины. И у жен, и у детей, у матерей, отцов, и у слуги нужно сегодня думать о будущем. И нет, не забывать. Мы никогда их не забудем. Потому что сегодня мы все понимаем прекрасно, что ваши дети, ваши мужья отдали свою жизнь за всех, за нашу страну. Потому что то, что... Ну я всегда говорю, как? Когда мы забываем нашу историю, но не изучаем, то мы потом получаем то, что и было и сто лет назад. Нас никто никогда не любил и не полюбил. Эмоции на грани. Сдержать слезы трудно. Хотя в Брянской области принимаются все меры поддержки семей участников СВО. И выплаты, и помощь. Но это для встречи с губернатором не самое главное. На первом месте люди, их истории и воспоминания. И ценность, семья, которая воспитала парней, ставших на защиту Родины. Память, она стоит дороже. И самое главное, самое главное, внимание к тем семьям, которые дают саму дорогу. У каждого из присутствующих своя история о своем герое. Каким был сыном и мужем, как поступал и говорил. И это то, что важно для губернатора. Всегда станет возле калитки и ждет. Когда мама с рынка будет ехать, только я показалась из-за угла дома. Бежит навстречу, забирает мои сумки и несет. Это было всегда. С первого класса сын всегда мечтал быть военным. Мы не препятствовали этому. И у него больше вариантов не было. Окончила 58-ю школу. Вот сидят родители. У нас сыновья одноклассники. Любил животных. У него еще с детства в садике сандалии обязательно какая-нибудь. Насекомое какое-то всегда лежало. Будь то божья коровка или еще что-то. Здесь же на войне у него даже вот в отпуск он приезжал в августе буквально. И привез домой кошку, котенка. Кто-то подписал контракт, кто-то пошел добровольцем. Кого призвали по мобилизации, а кого сразу после окончания военного института. Судьбы разные. Долг один. И орден мужества. Посмертно. Когда муж делал предложение, говорит, ты же знаешь, за кого ты выходишь замуж. За военного. У военного есть одна женщина. Родина. К родине принять бесполезно. Поэтому все свободное время родине. Дочка наша в казанне выросла. Боевой устав знает. Порядок знает. То есть все военные премудрости. И мы даже когда детский сад нас записали в городе Псково, она говорит, ну наконец-то меня в ясенную роту взяли. Он сказал, мам, ну как ты себе представляешь, я не пойду. Мам, ну это ж неправильно с моей стороны будет. Я пойду. И все. Вот его был абсурдат. Как Салам Васильевич, он стоял в цели. Вот такую было. И достигал. Вначале он ездил туда как волонтер. И ездил туда со своим аппаратом, как электросварщик приваривал. Там все делал. Несколько раз он туда ездил. Вещи туда возил. Все он возил. А потом приехал и сказал, что я поеду туда. Я говорю, без тебя не могут. Он сказал, да, без меня не могут. Сейчас мы слушаем вас. И наибольшее душевное впечатление. Вы всегда говорите, не забыли друзья. Не забыли родные. Приходят. Вспоминают. Ободряют словом. Помогают делу. Вы знаете, что правительство Брянской области, губернатор Брянской области Александр Васильевич Богомаз делает очень много для помощи и семьям, те, кто потеряли военных. И для поддержки семей и самих военных, те, кто защищает нашу Родину сейчас. Я, знаете, вот, наверное, открою небольшую тайну. Александр Васильевич не обидится. Он придумал новую идею, как поддержать людей, которые защищают нашу Родину в приграничье, которые находятся в зоне специальной военной операции. Цель была добиться высоких, конечно, результатов. Цель была у него стать генералом, но, к сожалению, к сожалению, судьба распорядилась иначе. Он, наоборот, хотел стать военным, как и бабушка. Молодцы. Ну, мне говорит бабушка, что у нас уже и так много было военных. Максиму бабушка теперь не разрешает стать военным. Мальчик придумал новую цель – стать депутатом или губернатором. Будем идти к за этой цели. На губернатора как-то тут мелковато. Давай сразу на президента. Цель вставим. Когда президента не даешь, ты взорта даешь вообще. Разговор по-семейному. Губернатор спрашивал о планах и учебе, о сыновьях и внуках, о том, как росли мальчишки и как их воспитывали. Такая непростая встреча проходит впервые и теперь станет регулярной с другими семьями и другими примерами воспитания мужчин. Разговор о семейных ценностях и жизненных ориентирах глава региона продолжил в День студентов в колледже Олимпийского резерва. Здесь у брянских школьников и студентов была уникальная возможность задать вопрос Александру Богомазу в рамках проекта «Диалог на равных». Цех по подготовке будущих чемпионов – колледж Олимпийского резерва губернатор посещает впервые. Экскурсия по тренировочным залам, беседа с преподавателями и большой рассказ о жизни колледжа. У нас 11 видов спорта в училище Олимпийского резерва, а это как учебное занятие, не тренировочное, а учебное занятие. Поэтому здесь специализация, различные специализации. Катя одна из выпускниц, если по коллективу говорить, у нас 60% выпускников работают в училище Олимпийского резерва. Мы такую тенденцию оставляем у себя лучших из лучших. Важна не только материальная база, еще и мотивация. Когда перед глазами ориентиры на чемпионство, победы достичь легче. В этом году мы сделали вот такой. Калаш такой сделали. Это все победили Олимпийский резер. Ну и, конечно же, Артем у нас исправил. Сделали, и он тоже и не победил. Пришлось исправлять. Лично Артем исправил. А дальше диалог на равных со студентами колледжа. Истории из жизни, советы и напутствие для молодежи. Мой отец 14-го года рождения. 1914-го года рождения. А бабка 1800. И вот, когда я был маленький, она еще была жива. Она говорила, Саша, смотрю я на нас, будущего нет. Ничего со столку не будет. Мы сейчас тоже иногда, когда смотрим, понимаете, тоже думаем, что не будет. А будет. У нас хорошая молодежь. Хорошее подрастающее поколение. Вы даже, даже наша молодежь сегодня, где-то, может, и больше целеустремленна. Час разговора. Откровенного. По душам. Конечно, в первую очередь, интересно узнать о работе губернатора. Ты тяжелая работа. Это ты в Коспи приходишь на работу. Но даже когда ты приходишь домой, там, в 9-10 часов, ты все равно не можешь заснуть. А утром идешь, то, что ты надумал в 10, в 11, в 12, ты уже утром, он стоят, он, ребята, которые со мной постоянно, мне того, мне того, мне того, сюда. Ты вызываешь, что нужно сделать. Если относиться, ну, как именно к работе с душой, то это не привилегия, это наказание. Если просто отбывать время, тогда привилегия. А так, то есть, проблемы и не было такого, чтобы вот этот завтрак день, он будет без проблем. Все равно, то одно, то второе, то третье. То есть, это каждый день, каждый день. И каждый день нужно все это держать на контроле. В работе, как и в спорте, важен характер. Вот и вопросы закалки. Как оставаться личностью или держать удар от критиков? Я на это не обращаю внимания сейчас. Потому что я до того, как он подготовлен был перед этим. На грязь просто не нужно обращать. Собака лает, караван идет. Потому что любой человек, который наделен властью, на него будут другие, которые недовольны. Они будут эту грязь лить. Но самое важное, чтобы этой грязи не было. Вот самое важное, чтобы этой грязи не было. Самое важное, чтобы человек, который наделен властью, не ставил цель и задачи прийти и отжать. А прийти и что-то сделать. Спрашивали и о личном. Каким был губернатор в школе и в годы студенчества. О вредных привычках и наставниках по жизни. Сегодня наставник у нас у всех один. Это президент. То есть мы смотрим, как нужно жить, работать и делать все для своей страны. А если взять по жизни, то, понимаете, как жизнь, она такая, ну как бы долгая, да. Я считаю, что у меня самый большой наставник был моя мать, которая была и моим первым учителем. А есть ли у вас что-то в жизни, что у вас что-то не получается? Все, не может получиться. Но вопрос здесь в другом. Вот именно как стараться и успеть. Куда же без вопросов о спорте, о лыжах и хоккее, о развитии спорта в области и новых спортивных объектах. Сегодня мы строим два ледового дворца, два бассейна. Потом посмотрели, посмотрели, что еще можем, откуда взять. Вот решили еще один ледовый и еще пять бассейнов. Моя мечта была еще, когда мы начинали, семь лет назад, чтобы у каждого в муниципальном районе, именно в центре, был хороший стадион, современный, именно современный стадион. Хороший флок, бассейн и ледовый дворец. Эмоции зашкаливают. Очень многие студенты хотели с ним встретиться, увидеть его вживую. Всем очень понравилось. Я очень довольна, что он сегодня приехал к нам, уделил нам время, и мы поговорили с ним и задали вопросы, которые нам были интересны. На память о встрече общая фотография и автограф на футболке, которая позже достанется лучшему волонтеру студенческого спортивного клуба «Огненный лис». Хорошей традицией в день российского студенчества стало и проводить товарищеские хоккейные матчи между командой правительства Брянской области и нашей молодежью. Матч впереди, а пока на льду воспитанники школы по фигурному катанию спортивного клуба «Брянск». Участники матча, юные фигуристы, артисты областной филармонии и брянское студенчество решили поддержать бойцов специальной военной операции. Этот матч не просто состязание, это праздник для молодежи и любителей ледовых баталий. Проводим этот поединок, показываем тем, что и более возрастные работники различных отраслей экономики, правительства Брянской области занимаются спортом. Ну и конечно же наше будущее, наши студенты, как сказал наш президент, молодежь нашего настоящего и наше будущее. Это действительно так. И мы уже старшие действительно надеемся на вас, надеемся на вас, что то достижение, то развитие нашей страны, оно скоро перейдет в ваши руки. Здесь сегодня присутствуют будущие руководители производств, будущие руководители муниципальных органов власти, будущие губернаторы, министры. Все те органы, которые сегодня руководят нашей страной. Так что я вам от всей души желаю, чтобы вы были умными, сильными душой и телом, и чтобы добивались всех поставленных целей. Я от аппарата полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе хочу поздравить вас с Днем российского студента, о всех Татьян с именинами. И думаю, что выражу мнение абсолютного большинства болельщиков, обращаясь к нашим командам. Хочу сказать, что как всегда, дорогие друзья, мы ждем от вас интересного, зрелищного хоккея. И пусть победит сильнейший. Символичное вбрасывание шайбы, сигнал к началу матча произвела фигуристка спортивной школы «Брянск», дочь участника специальной военной операции Полина Кузнецова. С первых секунд после гудка игроки двух команд начали активную игру. В команде правительства Брянской области в основном игроки 50+. Но с первых минут показали, кто на льду хозяин. Капитан команды правительства Александр Богомаз открыл счет. Но молодежь быстро отыгралась. Через несколько минут шайба угодила в ворота ветеранов. Соперники в обороне не отсиживались. И уже к концу первого тайма отправили в ворота молодых хоккеистов и еще несколько шайб. Такой хоккей явно пришелся по душе болельщикам, заполнившим до отказа трибуны Ледового дворца. Сегодня победа! Нам нужна сегодня победа! В команду молодежи вошли воспитанники спортшколы Олимпийского резерва, а также юные хоккеисты из Жуковки и Дядькова. Несмотря на возраст, некоторые из ребят провели на льду большую часть жизни. Севастен Стреньковский, вратарь, с двух лет на коньках играет в хоккей уже 14 лет. В Брянск приехал из северной столицы, чтобы играть в молодежной команде. Хоккей для меня это жизнь. Это будет интересно посмотреть, какой итог будет из этого. Потому что будет, что нам научиться, что им научиться, взрослым. К середине второго периода табло показывает, что команда правительства сильно вырвалась вперед. Александр Богомаз здесь, на льду, капитан команды. Во время перерыва выстраивает тактику игры. В это же время на скамье соперника молодые хоккеисты, несмотря на счет, не унывают. Вообще прекрасно. Это мой первый опыт на большой арене, поэтому я очень доволен. Напряженная игра, но составим конкуренцию. Эмоции зашкаливают. Все круто, все нравится. Несмотря на возраст команды, нам есть чему поучиться. Сначала все дрожало, нервничал сильно. Потом успокоился и легко стало играть. А не игра с передачей, но не хватает этого. Ну давай, двое, ну! Чего ты сюда поехал? Несмотря на уверенный отрыв в счете команды правительства, страсти на льду не утихали. Подгоняемая трибунами молодежь в конце все же смогла приблизиться к счету 10-6. По итогу победу одержал опыт. Как Александр Васильевич сказал в начале матча, что мы поколение и передаем, наверное, свой опыт и свое мастерство молодому поколению, которое должно в любом случае сначала должно быть великолепное желание и стремление победить. И я так думаю, что у них все впереди. Наш, как я говорю, тыл ими прикрыт. Они обучаются, учатся и у них в любом случае все получится. Игра очень хорошая. Она зрелищная, она эмоциональная. Мы старались, и ребята старались. С командой соперников это наши студенты. Двое моих играло. Отличные ребята, хорошо играли. Мне, например, очень интересно было. Каждый бьется до последнего. Начиная от губернатора Брянской области, заканчивая простым игроком, любым, даже в молодежке. То есть, когда бьются до последнего, это и есть игра какие-то. На минувшей неделе губернатор Александр Богомас встретился с председателем общероссийского движения предпринимателей Андреем Ковалевым. Он приехал в Брянскую область узнать, как у нас чувствует себя малый и средний бизнес. 23-й год. Какие были темпы роста? Более 120%. Отлично. И в прошлом году было 128. Мы 60-е в стране по возможности нашего сельского хозяйства. 60-е в стране. 60-е. То есть, это зона рискованного земледелия. Да, зона рискованного земледелия. Вот это все наше, что мы имеем. Потом идем по тому, что мы достигли. Это было в 2021 году. Смотрю, первые места. Первые места, да. ЦФО и в России. Производство пшеницы, если взять за 10 лет, собрали 10-е, 10-е, 11-е и 20-е, 21-е. Ну, серьезно. То есть, у нас выросло в России 1,8, у нас 4,7. Да, серьезно. Урожайность, да. В России 29, у нас 55. В России выросло 1,6, у нас 4 раза. На 10 лет. Идем дальше. Крузовое зерно. В России выросло производство крузов 6,5 раз, у нас 206 раз. Ух. Так, урожайность. В России 1,8, у нас 3 раза. Ух. Да. Производство картофеля. Вот у нас выросло 11,8 раз, да? Да. И здесь берется за 2 года. В России 2,6. Но вот у нас, допустим, в 2020-2021 год 1,7 млн, а в этом году у нас был 1,5 млн за год. То есть, мы каждый пятый килограмм картофеля выращиваем в Марианской области. Картофеля урожайность сейчас 320, а в этом году у нас 475. А интересно, а в Советском Союзе какая была урожайность? Урожайность, ну, 80 сантиметров. 80? 78 сантиметров было. Вот если взять 20-е годы, то 114 было в Урьянской области, это в 2000 году, а в России было 106. Производство рапса. Вот это вот интересно. Интересно, да? Да. То есть, 34 раза выросло в России, у нас 13,6. Вот мы произвели рапса в 2020-2021 году 268 тысяч тонн, а в этом году мы произвели 300 тысяч тонн за один год. То есть, мы за один год произвели больше, чем 3 года назад. За два года. Фантастика. Это вот такой рапс. 25% возимого рапса мы намалачиваем в Урьянской области, всей России. Такого рапса нигде в мире нет. Это я про бизнес. В общем, откажешь. Да, да. Посмотри сюда. Это я про бизнес. То есть, что такое заниматься бизнесом? Да. Вот. Вот здесь вот урожайность рапса. 3,2 раза. Россия 1,9. В этом году у нас рапса 39 центров. То есть, не 32, а 39. Даже вот за эти два года мы выросли еще на 1. Ну и вот основное, это что? Я не обожаю борьбы. Ты вот рано. Основное это МАК. Единственный проект в России. Производство опиуного МАК. Два года мы его выращиваем. Ну, под жестким контролем. Там все там жесткие. А вот это вот дальше, введение земель в оборот. За 8 лет, или за 9, 296 тысячи гектаров мы вот с этих вот, то, что заросли лесом, это вот такие поля. Они сегодня везде сеются и пашутся. Это только у вас? Это только у вас? Или по всей России? Нет, это только у нас. Только у вас такие хорошие темпы. Продукция сельского хозяйства. Вот за два года, ну, вырос в 11 раз за 10 лет, да? 20-21 год 215 миллиардов рублей, а по этому году 170 миллиардов рублей. То есть, если в прошлом году было 130, 133, и по запрошлому году было 120, там было 96, то в этом году 168. Это вот то, что именно дает и малый бизнес. Брянская область остается регионом с низкой криминальной напряженностью. Об этом заявили на коллегии управления МВД. На ней подвели итоги оперативно-служебной деятельности полиции в 2023 году. Определили приоритетные задачи на год текущий. В работе коллегии принял участие губернатор Александр Богомаз. Главный итог прошедшего года для брянской полиции – это сокращение количества преступлений и рост раскрываемости. Сократилось количество корыстных и корыстно-систинных преступлений на четверть разбоев и магазинов, на 6% грабежей и краж, в том числе на треть из квартир и из магазинов. Меньше на 6% совершено преступление несовершеннолетними и лицами в состоянии алкогольного опьянения, на 7% иностранными гражданами и лицами без гражданства, на 22% снизилось число преступлений, совершенных на улице. Общее число раскрытых преступлений увеличилось на 8%, в том числе на 20% тяжких и особо тяжких. Весь год полиция работала в условиях высокого желтого уровня террористической опасности. У нас, как в приграничном регионе, развернута многоуровневая учетно-заградительная система. Она состоит из заслонов, постов ГИБДД, автопатрулей. Все это работает круглосуточно. В приграничных районах действуют сводные отряды полиции. В этом году важно закрепить достигнутое, последовательно добиваться снижения уровня преступности. На это должны быть направлены все ресурсы, оперативно-следственные и технические возможности полиции. Особо хочу отметить сотрудников сводных отрядов полиции, которые дислоцируются на территории приграничных регионов. Они участвуют в охране общественного порядка, проводят специальные мероприятия, оказывают содействие сотрудникам других федеральных союзных структур в выполнении задач, связанных с безопасностью в регионе. Губернатор отметил успехи брянской полиции в борьбе с преступностью высокие показатели раскрываемости. Вместе с тем обратил внимание, что одним из главных приоритетов должна стать профилактическая работа с молодежью. В социальных сетях постоянно появляются деструктивные группы, которые очень умело привлекают молодежь агрессивными идеями или обещаниями легкого заработка. Ставят под сомнение традиционную духовно-нравственную семейную ценность. Задача профилактических органов оперативно пресекать такую деятельность, а также в взаимодействии со школами, колледжами, вузами, общественными организациями, разъяснять молодым людям суть этих деструктивных групп и те же последствия, которые могут наступить в результате противоправных действий. Помощь в обеспечении правопорядка сотрудникам полиции оказывают современные технические средства. Комплекса «Безопасный город». Он постоянно расширяется и совершенствуется. Сегодня он включает в себя 1208 камер видеонаблюдения, в установленных в общественных местах и на основных транспортных артерий региона. С учетом приведения специальной военной операции, особое внимание было выделено приграничным районам области. В прошедшем году количество камер, передающих информацию, увеличилось на 108 единиц. Подключено более 300 камер к модулю распознавания лиц, что позволит проводить качественный видеоанализ по гражданам, объявленным в розыск. Развитие комплекса «Безопасный город» будет продолжено. Временные рамки нашей программы не всегда позволяют рассказать обо всех интересных событиях, произошедших в регионе за последнюю неделю. Но мы хотим, чтобы вы были в курсе, и поэтому расскажем об этом вкратце. В региональном правительстве прошло совещание по созданию мемориального комплекса «ДУЛАК-142», которое провел губернатор Александр Богомаз. Создание музейного комплекса на месте бывшего концлагеря «ДУЛАК-142» поддержал президент России Владимир Путин. Дело это ответственное, поэтому и небыстрое. Главная сложность в оформлении прав собственности на земельный участок. На сегодняшний день в муниципальную собственность передан участок земли размером менее двух гектаров. Собственник готов отказаться от еще пяти гектаров. Но историческую ценность представляет территория всего бывшего концлагеря. Были осмотрены те исторические объекты, которые там находятся в ходе осмотра, с поисковиками, историками, архивистами. Плюсом пошло то, что мы обнаружили там еще и надписи ценные, конечно, исторические на этих объектах. В честь года семьи на выставке в форуме «Россия» на ВДНХ прошли тематические дни. Для семей были подготовлены интерактивы, мастер-классы и лекции. Центральное событие – конкурс «Династии России». Семья Давыдовых не просто многодетная, это целая династия работников соцзащиты. Именно они представляли Брянскую область на всероссийском конкурсе. Наша семья не только многодетная, но и очень молодая. Мы молодые родители. И при этом мы совмещаем большую семью и карьеру. Мой муж, я, моя мама, мы все, в принципе, добились очень больших успехов в своей профессии. И хотим сказать каждым молодым родителям, что это возможно. Возможно строить карьеру и воспитывать детей одновременно. В Клинцах первых пациентов приняла капитально отремонтированная женская консультация. На выделенные из бюджета Брянской области деньги медучреждения привели в порядок за пять месяцев. Здание женской консультации Клинцовской городской больницы построено более 20 лет назад. И косметического ремонта было явно недостаточно. В замене нуждались все коммуникации и, конечно, медицинское оборудование. Из бюджета Брянской области было выделено 38 миллионов рублей для проведения капитального ремонта здания женской консультации Клинцовской городской больницы. А также 22 миллиона рублей на приобретение современного медицинского оборудования. Более 20 вопросов рассмотрели депутаты Брянской областной думы на своем первом заседании в новом году. Законотворцы приняли ряд важных для региона документов. Приняты изменения в закон о противодействии коррупции. О патриотическом воспитании изменилось название одного из муниципальных районов. Региональный парламент выйдет с законодательной инициативой Государственной думе, чтобы внести изменения в Гражданский кодекс России. Предложение наших депутатов касается определения понятия «форс-мажор». В условиях продолжающихся обстрелов со стороны киевского режима убытки несут и физические, и юридические лица. При различных повреждениях становится невозможным выполнять условия заключенных договоров. Во дворце единоборств состоялся ежегодный турнир по бомбинтону «Хрустальный валан». Калуга, Москва, Орел и Брянск – турнир объединил любителей этого вида спорта из разных уголков ЦФО. Еще несколько лет назад бомбинтон считался просто развлечением. Сегодня это профессиональный спорт и одна из самых популярных игр в мире, которая теперь развивается и в Брянске. Спорт относительно новый для Брянской области. Начали мы развить его с 2018 года. Но скажу, что мы идем быстрыми шагами вперед, и популярность растет с каждым днем. Мы стараемся идти много со временем и что-то придумывать новенькое, чтобы было всем интересно, и также приезжать людям из других городов. Смотрите «Брянскую губернию», заходите на наш сайт «губерния.тв» и наши страницы в соцсетях, и вы всегда будете узнавать главное первыми. В России стартовал год семьи. Об этом объявил Владимир Путин. После официального открытия президент встретился с многодетными семьями, победителями всероссийских конкурсов, среди которых была и брянская семья Антоновых. Начнем сегодня с того, что будем делать практическую работу. Елена Антонова – учитель информатики в Брянской 11-й школе. Очень добрая, позитивная и отзывчивая учительница. Я считаю, она достойная педагога. Она очень хорошо учит. Все понятно. Когда узнали, что Елена Антонова вышла в финал всероссийского конкурса «Родные и любимые», за свою учительницу болели все. Не меньше за детей Елены Николаевны. Все трое учатся в этой же школе. Каждый приложил усилия, чтобы семья вошла в число победителей. 11-классник Даниил снимал ролик. Роль была в том, что я снимал всю семью, кроме отца. Но была роль несложная. Все довольно-таки было легко. Слышали с вас? Да. В Данике хорошо получается фотографировать. А у маленькой Саши хорошо получается танцевать, петь, играть в шашки. Занимается практически во всех кружках и секциях, которые работают в 11-й школе. Поездка в Москву стала для первоклассницы праздником. Я ужасно как обрадовалась, когда мы еще пришли домой. Тогда она сказала, что мы кому-то едем, именно к Владимиру Владимировичу Путину. Как маленькая Сашенька дарила президенту, сделанный брянскими школьниками, талисман победы, видела вся страна. Дорогой Владимир Владимирович, мы эти талисманы делаем со школьниками. Из, как говорится, может быть я ошиблюсь, параллельной глины. Первая партия сохнет, мы приедем и будем их расписывать. Вадимир Владимирович, можно сделать с вами фото? Это фото сейчас стремительно набирает лайки на странице Елены в соцсетях. А дети до сих пор переживают полученные от поездки в Москву эмоции. Очень понравилось мне. Я все правильно сказала. Только чуть-чуть там одна ошибка была. Какая? Ну, я хотела сказать, или параллельный глины, или... Глины, да. Да. А я не то глину назвала. Впечатления хорошие, незабываемые. Все очень хорошо сделано, построено. Брянскую семью показали федеральные каналы. Антоновы на встречу с президентом пошли вместе с бабушкой. Лена – жена моего младшего сына. То есть я для нее свекровь. Ну, это, так сказать, де юре. А де факто мы родные, любимые и очень близкие люди. А ответ президента на вопрос Елены Антоновой стал самым цитируемым по итогу этой встречи. При рождении третьего ребенка и при наличии ипотечного кредита семье давалось... 450 тысяч. Да, 450 тысяч на то, что они могли погасить. Может, можно рассмотреть продление этой меры поддержки. Правительство продолжает считать, но они правильно посчитают. Меру эту продлим. Напрямую семью Елены этот вопрос не касался. У Антоновых уже растут трое детей. Мы же представляли, давайте так, семьи России. То есть не каждый... У меня получилась такая возможность попасть туда. Это же не значит, что я должна попросить только за себя. Правда? А впереди большие планы и новые конкурсы. Чтобы и там достойно представлять наш город. Не секрет, что при рождении ребенка одним из основных является вопрос благосостояния семьи. На уходящей неделе президент подписал указ, который определяет статус многодетной семьи. Что изменится в жизни брянских семей, где воспитывают трех и более детей? Какие меры социальной поддержки существуют в нашем регионе? И что будет с семейным бюджетом в наступившем 2024 году? На минувшей неделе у нас в гостях побывал директор регионального департамента социальной политики и занятости населения Евгений Петров. Издан указ, который касается статуса многодетных семей. И с момента вступления его в силу, с февраля этого года, во всей стране многодетные семьи будут признаваться по единым признакам. Будет единый статус у всех многодетных семей. Единое основание для признания семьи многодетной. До этого момента каждый субъект соответствующий критерий определял самостоятельно. Но хочу сказать, что те критерии, которые определены в Брянской области, то есть трое и более детей, не менее трех детей в семье, у нас признавались, такие семьи признавались многодетными. Это совпадает с теми критериями, которые определил президент своим указом. Тем не менее, в указе ряд других норм о мерах поддержки многодетных семей. Поэтому нам сейчас предстоит в ближайшее время решить задачу приведения своего регионального законодательства в соответствии с положениями указа президента по этому вопросу. Мер поддержки в нашем регионе для семьи с детьми очень много. Пособие при рождении ребенка единовременное. В любой семье, в которой родился ребенок на территории Брянской области, они имеют право на пособие. Его размер составляет 10 тысяч рублей. Единовременное пособие. Пособие при рождении второго ребенка. Новое пособие, которое было поддержано губернатором и правительством региона, было предложено нашим департаментом взамен некоторым другим, так скажем, небольшим, мелким по своей сумме и уже незначимым пособиям, которые существовали длительное время для семьи с детьми. Вот взамен им было введено пособие на второго ребенка, при рождении второго ребенка. Его размер составляет 15 тысяч рублей. Наряду с пособием при рождении ребенка, которое выплачивается при рождении любого ребенка в семье по численности, при рождении второго ребенка любая семья может получить единовременный выплат в размере 25 тысяч рублей. 10 при рождении пособия и 15 при рождении второго ребенка. В сумме получаем 25. Естественно, при рождении третьего и последующих детей у нас также есть пособие, его размер составляет 20 тысяч рублей регионально, они все обеспечиваются, выплачиваются, то есть финансируются за счет средств регионального бюджета. Поэтому, естественно, и материнский капитал, областной материнский семейный капитал. Он как-то изменился в этом году? В этом году он не изменился, но он у нас уже на протяжении нескольких лет, один из самых больших по своему размеру в стране. И мы одни из немногих регионов, которые выплачивают материнский капитал не только при рождении третьего ребенка, но и при рождении каждого последующего, начиная с третьего ребенка. Каков его размер? 200 тысяч рублей. В случае, если в семье рождается двойня, сразу двое детей, то размер материнского капитала областного 400 тысяч рублей, а в случае рождения тройни этот размер составляет 1 миллион 200 тысяч рублей. Уже на протяжении нескольких лет есть программа поддержки семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. И коротко скажу, для того, чтобы всем было понятно, по этой программе, по этому направлению семья, нуждающаяся в какой-то поддержке, в приобретении предметов быта, товаров первой необходимости, газового оборудования и так далее, может обратиться и получить соответствующие денежные выплаты в существенном размере, как раз необходимые для приобретения конкретных товаров первой необходимости, одежды для ребенка. Существует у нас поддержка для школьников из многодетных семей к началу учебного года. Подробно о всех нововведениях вы можете узнать из полной версии интервью в понедельник в 20.45 на телеканале «Брянская губерния». А мы продолжим. Повышение престижа материнства и реализация демографических программ. Об этом говорил президент Владимир Путин, открывая год семьи. Одна из основных задач – повышение рождаемости. И Брянская область в этом вновь в числе лучших в ЦФО. Вспомогательные репродуктивные технологии, или, проще говоря, ЭКО, в регионе применяются уже более 15 лет. За это время с их помощью на свет появилось больше трех тысяч детей. К 2024 году, объявленному президентом годом семьи, Брянский областной центр репродукции подошел с внушительными показателями. Специалисты центра только за минувший год помогли появиться на свет почти 400 малышам. Результаты прошлого года нас впечатляют и даже радуют. У нас мы сделали 752 цикла ЭКО. 33% результативность – это выше, чем по России. По России в среднем 26-28%. У нас работают квалифицированные репродуктологи, которые знают, как помочь пациентке, что необходимо делать, какой алгоритм действий в том или ином случае. У нас совершенно не будет какого-то затягивания, хождения и отправления пациентку на дополнительные какие-то методы обследования, исследования в другие учреждения. Все можно сделать в одном месте. Пациентка тратит меньшее количество времени. А время у женщин – это очень дорогой ресурс, и терять его ни в коем случае не стоит. Татьяне 37. Старшие сын и дочь уже совсем взрослые. Супруги задумались о третьем ребенке. Доверились специалистам центра. Настрой хороший, позитивный. Надо верить, и все получится. Вопреки устоявшемуся стереотипу, занимаются репродуктологи не только ЭКО. Из почти 400 малышей, рожденных у пациенток центра за минувший год, 165 зачаты естественным путем. Попадая в наш центр, пациент получает всестороннюю помощь. На первых этапах мы можем выявить проблемы, почему не наступает беременность, а самое главное – помочь ей консервативно. Отсутствие овуляции у пациентки. Это можно ли решить еще на амбулаторном этапе? С помощью проведения стимуляции овуляции мы можем достигнуть беременности без ЭКО. Пациентка с какими-то проблемами в полости матки, допустим, полипы, какие-то другие проблемы, заболевания, которые также могут решиться еще здесь на амбулаторном этапе с помощью проведения, допустим, диагностической и лечебной гистероскопии. После этого спокойно наступают спонтанные самостоятельные беременности. Впрочем, и применение вспомогательных репродуктивных технологий уже давно превратилось в обычную, отработанную до мелочей процедуру. В минувшем году брянские репродуктологи дополнили ее при имплантационном генетическом тестировании. Еще до переносов полость матки эмбрионы проверяют на наличие хромосомных и генетических нарушений. Делают это строго по показаниям. Это позволяет повысить шансы женщины на наступление беременности. Прежде всего, женщин возрастных со сниженным авариальным резервом, женщин, у которых в анамнезе есть привычные выкидыши, у которых в роду были генетические заболевания, у которых уже были дети, рожденные с генетической патологией, у женщин, у которых было множество неудачных попыток ЭКО. В этом случае проводимая процедура позволяет добиться успеха, позволяет получить здорового ребенка. Брянский областной центр охраны здоровья семьи и репродукции по оснащению и широте применения современных медицинских технологий – одно из лучших учреждений Центрального федерального округа. Необходимую помощь здесь оказывают в рамках обязательного медицинского страхования. Причем все организовано таким образом, чтобы это было максимально комфортно, в том числе и жителям отдаленных районов. Мы оставляем им запись, приоритет в записи. Они могут сдать анализы, которые через 3-4 часа уже все готовы, посетить доктора, который посмотрит анализы, назначит назначения какие. И в этот же день жители даже самых отдаленных районов будут у себя дома. Это очень удобно, это очень практично. И мы рады за то, что в нашем регионе вот есть такой центр, и мы можем быть полезны нашим пациентам, страдающим бесплодием. Ну и хочется сказать свою благодарность тем людям, которые нам помогают. Помогают так работать, содержать наше здание в таком виде. Это и Департамент здравоохранения, ну и без сомнения, это правительство Брянской области, которое уделяет нам огромное внимание. В Брянский центре репродукции едут не только со всей Брянщины, но и из самых разных уголков нашей страны. От Калининграда до Сахалина. И даже из Канады и Израиля. Здесь умеют делать семьи счастливыми. Каждый день, из года в год. Хотелёва, палеолит, сохранение истории культуры и развития научного туризма. Речь об этом шла на межрегинальном форуме в Брянске. Площадка – школа номер 59. С публичными лекциями выступили археологи и палеонтологи из Российской академии наук и МГУ имени Ломоносова, учёные из Москвы и Санкт-Петербурга. Что привело специалистов со всей страны именно в Брянск, расскажет Наталья Будник. Брянский неандерталец – так назвали свой клуб любителей палеолита ученики 59-й школы. Именно здесь начал работу научно-просветительский форум с участием столичных учёных, которые несколько лет занимаются археологическими раскопками в Хотелёва. Это уникальное место. Нам, как жителям Брянского региона, им стоит гордиться, и нам стыдно о нём не знать. Золотой эпохой в исследовании Хотелёва называют сегодняшний период развития этого археологического памятника. В селе под Брянском работают учёные из БГУ имени Петровского, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. Прошлым летом сделали открытие, которое влияет на мировую историю искусств. Сейчас идёт датировка уникальной Хотелёвской находки. Это будет точно древнее 60 тысяч лет. Люди уже старались что-то изобразить, и у них явно был замысел, прежде чем это сделать, потому что там есть организация в этом пространстве. Там зигзаги внутри, дуг. То есть это какая-то композиция уже, это сложно. Насколько важно это открытие? Это очень важно, потому что каждая такая находка, их всего около четырёх десятков для всей Земли. Зима для археологов, время исследований летних находок, опытов, подтверждающие гипотезы экспериментов. С этим учёные и хотят познакомить жителей нашей области. Наша экспедиция потихонечку расширяет временные рамки своей работы. Мы в январе приехали сюда для того, чтобы попробовать привезти группу заинтересованных людей, научных туристов, через фонд Дробышевского, чтобы показать им часть нашей экспериментальной работы по моделированию древних технологий. Это такая же часть работы нашей экспедиции, как и раскопки. В Брянск научные волонтёры приехали из городов Центральной России, Сибири и даже Узбекистана. Я узнала об этом от родителей, но эта идея меня вообще очень заинтересовала. Решил посмотреть, ну, как вот здесь сейчас, ну, зимой. Я приехала второй раз, наверное, приеду ещё неоднократно. И мне уже просто нравится вся команда, атмосфера, которая происходит вот на раскопах. Вы мечтаете сделать открытие археологическое? Нет, мне просто нравится находиться среди людей, которые горят своим делом. С 17 века в письменных источниках упоминается село Хотелёво. А человек сюда впервые пришёл 80 тысяч лет назад. Следы разных эпох находят учёные в пластах земли. Вот вы сейчас идёте по Брянску. И вы видите, что у вас есть в Брянске какой тип рельефа? Авражно-балочный. У вас много оврагов, много балочек. Между оврагами и балками мысы. Мысы выходят все в правобережную пойму Десны. Вот этот рельеф смаменовался именно в четвертичную эпоху. В предыдущую биологическую эпоху. Тогда, когда сюда приходил и уходил человек. Неандертальцы жили по-своему. Спустя сколько-то там десятков тысяч лет после них кроманьонцы жили по-другому. А потом были люди мезолита, потом были люди неолита, потом бронза, потом раннего железа, а потом позднего железа, а потом тенишевый парк построили, и там усадьбу сделали. А потом вот мы приехали и всё это дело копаем. То есть на самом деле земля-то по большому счёту не так запредельно менялась. Ну хотя тоже был другой климат, другие животные, но люди были сильно разные. И вот это самое интересное. И если мы узнаем, как некоторые люди проигрывали и в чём у них была неудача, а другие выигрывали и в чём у них был прогресс, то, может быть, мы обретём знание, как нам развиваться и спланируем своё будущее, чтобы нам не вымереть. Самый северный памятник среднего палеолита в Европе. Место, где рядом находятся стоянки неандертальцев и кроманьонцев. Всё это про Хотелёва. Визите своих учеников в Хотелёва. Это памятник мирового уровня. Поверьте, не каждая вообще страна имеет такой памятник. Он у нас есть в Брянской области. Двудневный научно-просветительский форум продолжит работу в Хотелёва. История Кототвикса, выброшенного из поезда на мороз, мало кого оставила равнодушным. Петицию с требованием уволить жестокую проводницу подписали больше 300 тысяч человек. Среди них немало брянцев. Это всё потому, уверена моя коллега Светлана Дробкова, что наш город искренне любит кошек. Настолько, что даже готовится к открытию первого в истории Брянска Кота-кафе. Подробности в нашем следующем репортаже. Это Тимьян был брошен хозяином, но не перестал тянуться к людям. Даяна – кошка с треугольными зрачками. Слишком добрая, чтобы оставаться одной. И Корнелий – практически одомашненный барс. Крупный, снежный, терпеливый. Все трое будут жить в кафе, которое только готовится к открытию. Ездили в Санкт-Петербург, которая первая в Европе открылась у нас, Республика кошек. Посмотрели, как у них устроен формат. И решили совместить Кота-кафе с Анти-кафе. Наши все коты привиты, кастрированы, обработаны от всех паразитов. И чтобы не было никаких новых заболеваний, со своими животными, ни с собаками, ни с кошками приходить нельзя. Все животные бывшие бездомные, все найдены на улице. То есть все на помойке нашли, отмыли, очистили. Они у нас проходят карантин, все санитарные нормы соблюдены. И некоторые животные будут пристраиваться. То есть если найдется хозяин, то почему бы и нет. Место выбрано, ремонт завершен, осталось расставить мебель. У кошек будет собственная комната, у гостей большой выбор развлечений. Книги, настольные игры, иксбокс, чай, кино. Все бесплатно, за исключением проведенного тут времени. Такими, на наш взгляд, были главные события уходящих семи дней. Смотрите Брянскую губернию, заходите на наш сайт губерния.тв, и вы всегда будете в курсе происходящего. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин